Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Тренеры по месту жительства. Эти энтузиасты физкультурного движения работают в каждом районе Самары. Их больше сотни. Целевая городская программа развития физкультуры и спорта стартовала в феврале 2012 года. Все тренеры когда-то сами были спортсменами или преподавателями физкультуры. Кроме этого, прошли спецподготовку в училище Олимпийского резерва и получили сертификаты. Легко ли сколотить физкультурное общество в отдельно взятом дворе? Мастеру Спорта расскажут. Тренер Рустам Гулиев и Андрей Ширкин, начальник отдела по физкультуре и спорту Самарского района. Здравствуйте. Здравствуйте. Объем работы действительно проделан довольно большой, дабы привлечь внимание к спорту. На самом деле те люди, которые у нас работают, большие энтузиасты и дети, и население района, да, очень активно идет к ним на занятия, активно откликаются. Поэтому можно сказать, что довольно-таки просто построить, да, работу. Единственное, не хватает немного, больше каких-то спортивных площадок, да, там, например, в Самарском районе в нашем, у нас нету калды хоккейной. То есть нам приходится заниматься в других районах. Это немного неудобно, накладно получается, что мы ездим с детьми, да, в другие районы занимаемся. В целом, ну, за год работы, который мы там, да, уже проработали, увеличилось количество детей, то есть в начале, да, когда мы пришли, то есть там было, ну, грубо говоря, там, возьмем, да, статистику, там, 30-40 человек, то сейчас увеличилось почти вдвое. Приходят молодые, амбициозные тренера, дети это видят, дети хотят заниматься, приглашать своих друзей, сверстников. Мы занимались на Штом Причале, там у нас спортивные площадки, то есть люди, прохожие, ходили, смотрели, видели тренировки, наши тренировки совершенно бесплатные. Мы участвовали на соревнованиях, то есть пришли, да, к нам любители, которые никогда, то есть не участвовали на соревнованиях, там, возраст, там, 12-11 лет. Мы выступали на кожаном мече, заняли второе призовое место. На каждом мероприятии мы озвучиваем, что дети могут прийти заниматься совершенно бесплатно, к любому из тренеров, которых у нас в данный момент уже 6, да, могут выбрать вид спорта для себя. Многие тренеры являются универсалами, так как прям прибывают несколько видов спорта, как в Трустам в частности, да, и здесь действительно откликаются, действительно хотят прийти заниматься. То есть получается, в принципе, что ребята, приходя к тренеру, общественнику, они не вот будут заниматься, как в спортшколе, одним каким-то видом спорта, да, а у них в зависимости от времени года, там, от соревнований, которые проходят в районе или в городе, меняются виды спорта, правильно я понимаю? Ну, в частности, допустим, от Рустама, да, у Рустама получается, что в зимний период он занимается у нас хоккеем с детьми, да, а в летнее время часть той же самой команды плюс набирает еще дополнительные детей, да, он занимается футболом, также занимается общефизической подготовкой, основами самообороны, то есть спектр довольно-таки большой. Тренер, кто занимается у нас, допустим, баскетболом или волейболом, к примеру, они, то есть летом, они занимают в спортивных залах баскетболом, в частности, да, Летом выходит на стритбольные площадки, играет в стритбол. Тренер по шахматам, допустим, который у нас, да, имеет, Петр Антачеев, вот, он занимается шашками активно, шашками, шахматами, там тоже очень много разных разновидностей этого вида спорта, да, привлекает к занятиям и ветеранов, и инвалидов, разной категории граждан, да. Поэтому, как бы, да, они, получается, в основном универсалы, наши тренера. Ну, вот мы уже коснулись темы инфраструктуры, как сейчас обстоит с этим дело, и что необходимо вот на районе, уже начали об этом говорить? Ну, да, Самарский район, он, как бы, особый район, да, нашего города, очень плотная застройка, недостаточное, можно сказать, количество спортивных сооружений, вообще, по большому счету, общедоступным является только одно, это вот спортивная площадка, да, на ночном вокзале, которая, несмотря на то, что, действительно, место прекрасное, место потрясающее, но работает только в летний период, и в зимнее время, с приемом холодов, да, детям приходится, как бы, детям и там, и тренерам, да, администрации приходится находить возможности, чтобы детям где-то размещать, тренироваться. И, конечно же, нехватка таких объектов, как спортивные калды, как говорил Рустам, да, физкультурно-оздоровительных комплексов, куда дети могли прийти и позаниматься, это, конечно, довольно-таки большая проблема, потому что большинство залов принадлежат учреждениям, и там занимаются студенты, несмотря на то, что директора этих учреждений, конечно, идут на контакт, да, с администрацией, с тренерами, но все равно найти время в зале довольно-таки сложно, потому что, поэтому, конечно, строительство фокалей, калды, прям, очень сильно бы решило проблему, очень сильно увеличило бы число занимающихся людей, потому что, как бы, насколько я знаю, проблему, да, в центральной части города вообще нехватка физкультурно-оздоровительных комплексов, да. Место выбрано у нас, это пересечение улиц Водников и Кусяково, там есть площадь, да, наш отдел архитектуры выделил по этому делу место, ведется разработка этого места, да, в перспективе мы надеемся, что именно там появится калда, потому что, как бы, место, можно сказать, ну, если не на Атшипе, то она находится в такой части города, в части района, прошу прощения, где удобная транспортная развязка, да, и место это спортом, так сказать, не охвачено, да, и появившись там калда, это был бы просто, действительно, огромный прогресс, привлечение туда детей, и занимающихся людей, прям, большой был бы шаг, а так, в целом, как бы, если бы, на, на, изыскивать место, территорию, довольно-таки сложно, на самом деле, в Самарском районе, возможно, с появлением того же культурно-оздоровительного комплекса, может быть, в Куйбышевском или в Ленинском районе, наши дети могли бы также ездить туда заниматься, это было бы, хотя бы один комплекс, да, он бы решил очень сильно проблему. С какими проблемами тренеры сталкиваются, там, инвентарь, может быть, вознаграждение за свой такой титанический, нужный для общества труд? Единственное вознаграждение это, да, проделанная твоя работа, то есть, да, когда твои, ну, дети радуются, тренировкам приходят, то есть, да, вот это вот вознаграждение. Если дети выступают, занимают какие-то призовые места, я думаю, это должно как-то поощряться. Дополнительно, конечно, потому что, да, у нас не такая большая зарплата, в основном мы работаем по энтузиазму, вот, но хотелось бы, да, чтобы за твою работу тебя как-то хотя бы, то есть, да, там, благодарили, то есть, да, в плане, может, какая-то премия, может быть, там, как-то увеличили зарплату, на самом деле. Хотелось бы форму детям, которая отличалась бы, да, то есть, своя какая-то командная, то есть, у нас мы открыли футбольную команду, мы называемся «Метеор», хотелось бы, чтобы у каждого ребенка была своя форма. Ну, я сразу скажу, Рустаму, как бы для него это было возможно, как новогодний подарок, да, эту работу мы уже провели, проделали, да, в следующем году у нас появится уже спортивная форма, все наши... Для футбольной команды. И для футбольной команды, и в том числе и для баскетбольной команды, и, возможно, даже для волейбольной команды, которую мы сейчас планируем создать, с появлением нашего нового тренера-общественника по волейболу. Вот, это очень идея, очень интересно, поддерживается главой района, да, создание именно сборных команд района, которые будут выделяться по форме, подание в состав сборной команды будет являться, как бы, для ребенка стимулом, да, отличной мотивацией именно в сборную команду района попасть, играть, выступать на личных соревнованиях под руководством тренера, носить с гордостью, с честью майку сборной Самарского района. Поэтому, как бы, хочу сказать Рустаму, да, что вот у нас в следующем году уже все появится, наши дети будут красиво экипированы, будут отличаться, да, от... То есть все команды района будут называться «Метеор» под одним брендом играть будут? Нет, я думаю, что нет, команды будут называться именно название команды, оно будет немножко разное, команда хоккейная у нас наносит название «Молния», «Футбольный», «Метеор», да, ну, как бы, все они являются частью именно сборной команды именно Самарского района. Про формы проговорили для футболистов. Сейчас зима, золотая шаба, команда «Молния», правильно? Да, да, да. Что здесь, какие проблемы? Готовы ли сражаться в этом замечательном турнире? Ну, в принципе, мы готовы, но так как у нас сейчас нет возможности заниматься, то есть мы будем... Не будем на льду, то есть. Да, то есть на льду, то есть, да, то есть мы готовы выступать, дайте, так сказать, возможность, да, детям показать себя. Но, конечно же, будь спортивные какие-то площадки, мы были подготовлены, понимаете, мы бы проводили тренировки. Турнир уже буквально вообще не за горами, на следующей неделе начнутся уже игры, да. Вот, и по ходу этого турнира мы будем заниматься регулярно на базе одной из школ, да. Также будем заниматься у нас в районе общей физической подготовкой, да, заняться им там на улице и в спортивном зале. Вот, ну и уже участвовать, да, как бы, в свою очередь. Тоже добавлю, по экипировке, по хоккейной, команда полностью экипирована у нас, в этом плане все хорошо, конечно. И, конечно, главой города ставил задачу увеличить численность команд, да, в чемпионате. Но, к сожалению, пока у нас такой возможности нету, ну и это как бы действительно разумно, так как если не иметь своей площадки, то и увеличить численность команд, конечно, довольно-таки сложно. Наши тренера очень большие энтузиасты, все, известно, горят, горят своими видами спорта, да, они занимаются. Но хотелось бы как-то их еще стимулировать и учесть тот момент, что в нашем районе работают все наши тренера, это все профессиональные, профессиональные люди, профессиональные тренера, да, люди занимаются своим спортом, любят его, знают его изнутри, да, и хотелось бы именно, чтобы именно этот ресурс сохранить, да. Это были тренеры по месту жительства на телеканале Самара ГИС в программе Мастер Спорта. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами, увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках Горда Эс. До встречи!